Вспоряжение глаголов В зависимости от типа споряжения Для того, чтобы узнать, что такое споряжение или спрягать, нам с вами необходимо вспомнить таблицу Лица и числа, местоимений Первое лицо Единственное число – я, множественное число – мы Второе лицо Единственное число – ты, множественное число – вы Третье лицо Единственное число – он, она, оно, множественное число – они Попробуем подобрать подходящие формы глаголов «стучать» и «постучу». Первое лицо «стучу-постучу, стучим-постучим». Второе лицо «стучишь-постучишь, стучите-постучите». Третье лицо «стучит-постучит, стучат-постучат». Как мы видим, глагол «настоящего времени стучу» и «будущего времени постучу» изменяется по лицам и числам. Или, говоря другими словами, спрягается. Запоминаем. Спряжение глаголов – это изменение глагола по лицам и числам. Проспрягать глагол – значит изменить его по лицам и числам. Рассмотрим таблицу в учебнике на странице 88. Спряжение глаголов в настоящем времени. В единственном числе первое лицо. Первая пара – окончание «у», «ю», вторая пара – окончание такое же. Второе лицо. Первая пара – окончание «еж», 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 вторая пара – окончание «иш». Третье лицо. Первая пара – окончание «йот», «ед», вторая пара – окончание «ит». Рассмотрим множественное число. Первое лицо. Первая пара – окончание «ем», «ем», вторая пара – окончание «им». Второе лицо. Первая пара – окончание «йоти», «ети», вторая пара – окончание «ити». И третье лицо. Первая пара – окончание «ут», «ют», вторая пара – окончание «ат», «яд». В зависимости от личных окончаний глаголов, глаголы распределяют на два типа. Глаголы первого спряжения и второго спряжения. Обратите внимание, глаголы одного и того же спряжения в форме настоящего времени имеют одинаковые ударные и безударные личные окончания в одном и том же лице и числе. Предлагаю потренироваться. Распределите личные окончания глаголов по спряжениям. Проверьте, верно ли вы выполнили задание. Итак, в зависимости от личных окончаний глагола распределяют на два типа. Глаголы, которые относятся к первому спряжению, и глаголы, которые относятся ко второму спряжению. К первому спряжению относятся глаголы, оканчивающиеся на Ко второму же спряжению относятся глаголы, которые оканчиваются на Не определяй спряжение глагола по форме первого лица единственного числа. Потренируемся образовывать формы глаголов настоящего времени второго и третьего лица. Ты стучишь окончание "-иш", он стучит окончание "-ид". Делаем вывод. Глагол относится ко второму спряжению. Следующий глагол петь. Ты поешь окончание "-ёшь", он поет окончание "-ёд". Делаем вывод. Глагол относится к первому спряжению. Переходим к глаголам будущего времени. Шепнуть. Ты шепнешь окончание "-ёшь", он шепнет окончание "-ёд". Делаем вывод. Глагол относится к первому спряжению. Следующий глагол решить. Ты решишь окончание "-иш", он решит окончание "-ид". Делаем вывод. Глагол относится ко второму спряжению. Предлагаю потренироваться определять спряжение глаголов по личным окончаниям. Итак, первый глагол говоришь. Окончание "-иш". Делаем вывод. Глагол относится ко второму спряжению. Следующий глагол зовут. Окончание "-ут". Делаем вывод. Глагол относится к первому спряжению. Следующий глагол принесете. Окончание "-ёте". Делаем вывод. Глагол относится к первому спряжению. Следующий глагол "-плывёшь". Окончание "-ёшь". Делаем вывод. Глагол относится к первому спряжению. Следующий глагол кричит. Окончание "-ид". Делаем вывод. Глагол относится ко второму спряжению. Следующий глагол "-сидят". Окончание "-яд". Делаем вывод. Глагол относится ко второму спряжению. Следующий глагол "-плывём". Окончание "-ём". Делаем вывод. Глагол относится к первому спряжению. И последний глагол "-молчите". Окончание "-ите". Делаем вывод. Глагол относится ко второму спряжению. Рассмотрим таблицу спряжения глаголов в сложном будущем времени. Буду читать, будем читать. Будешь читать, будете читать. Будет читать, будут читать. Обратите внимание, если форма будущего времени состоит из двух глаголов, то при спряжении изменяются только личные окончания глагола "-быть". Буду читать, будешь читать, будет читать. Итак, подведём с вами итог. Спряжение глаголов — это изменение глаголов по лицам и числам. По личным окончаниям глаголы делятся на первое и второе спряжение. Глаголы первого спряжения имеют окончание "-ёш-еш", "-ёд-ед", "-ём-ем", "-ёти-ети", "-ут-ют". Глаголы второго спряжения имеют окончание "-иш-ид-им", "-ити-ат-яд". Для закрепления предлагаю выполнить вам домашнее задание. В учебнике на странице 88 и странице 90 нужно выучить правила. Также выполнить упражнение 188. В этом упражнении вам необходимо прочесть его, вставить пропущенные слова. Чтобы их найти, вы можете воспользоваться словами для справок. Также вам необходимо списать текст, вставить пропущенные буквы и глаголы в нужной форме, то есть в форме третьего лица настоящего времени. Также вам нужно выделить личные окончания глаголов и определить, к какому спряжению они относятся. Вам нужно найти, какие сравнения использует автор в тексте и объяснить, как вы поняли значение последнего предложения. Спасибо за внимание. Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – письменное деление многозначного числа на двузначное. Сегодня вы научитесь правильно выполнять запись деления. Делить многозначное число письменно, то есть в столбик. Чтобы научиться делить на двузначное число, вы должны иметь определенный багаж знаний. Вы уже знаете, как называются числа при делении. Число, которое делим, называется делимое. Число, на которое делим, называется делитель. Результат деления называется частным. Вы умеете округлять числа. Эти умения нам нужны для того, чтобы делать прикидку при делении. Рассмотрим. 88 мы округляем до числа 90. 55 округляем до 60. 321 близко к числу 300. 376 округляем до 400. Вы умеете определять количество цифр в частном. 35 разделим на 5. 35 разделить на 5 будет по 7. В частном одно число. 290 разделить на 7. Определяем первое неполное делимое. Делитель 7. Число однозначное. В делимом берем также однозначное число. 2 на 7 не делится. Берем 29. 29 делится на 7. Вместо первого неполного делимого в частное поставим точку. За первым неполным делимом еще одна цифра. Ставим еще одну точку в частном. Итого в частном будет 2 цифры. 54 600 разделить на 305. Делим на трехзначное число. Первое неполное делимое. Берем число трехзначное. Это 546. 546 делится на 300. Ставим точку. После первого неполного делимого еще есть 2 цифры. Ставим в частное еще 2 цифры. Итого в частном будет 3 цифры. Этого уже умеете делать. Вы умеете подбирать быстро, зная таблицу умножения, цифру частное. Рассмотрим. 138 разделить на 6. 13 на 46 не делится. Делим 138 на 46. В частном будет одна цифра. Подбираем ее с опорой на знание таблицы умножения. Обращаем внимание на последнюю цифру делителя. Это цифра 6. Значит, вспоминаем быстро таблицу на 6. Насколько надо умножить 6, чтобы результат умножения заканчивался на 8? Подбираем на 3. Проверяем. 40 умножить на 3 – 120. 6 умножить на 3 – 18. Итого 138. 504 разделить на 56. Первое неполное делимое – 504. В частном – одна цифра. Быстро ее подбираем с опорой на знание таблицы умножения на 6. Насколько надо умножить 6, чтобы ответ заканчивался на цифру 4? Подбираем. По 9. 6 на 9 – 54. Четверкой заканчивается. Проверяем. 50 на 9 – 450. 6 на 9 – 54. Итого 504. Научились быстро подбирать цифру частного. Следующее, что вы должны знать, это видеть остаток при делении. Вы знаете, что остаток при делении не должен быть равным или большим, чем делитель. Делим число N на 28. Давайте из предложенных вам чисел выберем то, которое может быть в остатке. Смотрим. При делении на 28 в остатке 31 быть не может. В остатке 28 – это число, равное делителю, быть не может. А вот число 15 в остатке может быть. Если мы делим на 940 из трех предложенных чисел, в остатке может быть только число 810. Оно меньше делителя. Итак, вы учились делить на однозначное число. Значит, вы знаете алгоритм деления. Алгоритм – это план последовательных действий, направленный на решение поставленной задачи. Синонимы слова «алгоритм» – план, инструкция, рецепт, предписание. Итак, рассмотрим алгоритм письменного деления. Первое. Найти первое неполное делимое. Второе. Определить число цифр в частном. Третье. Найти цифры в каждом разряде частного. Рассмотрим письменный прием деления. Разделим число 768 на 16. Действуем строго по алгоритму. Определяем первое неполное делимое. Делитель. Число двузначное. В делимом также берем две цифры. Первое неполное делимое – 76, так как 76 делится на 16. Определяем первое неполное делимое. Делитель – число двузначное. В делимом также берем две цифры. Это число 76. 6. Вместо первого неполного делимого в частном ставим точку. За первым неполным делимым еще одна цифра. Итого в частном будет две цифры. Делим. 76 разделить на 16. Прикидываем. 76 число близко к числу 8. 80. Число 16 близко к числу 20. В числе 80 по 4 раза помещается число 16. Подбираем. Пишем число 4. 6 умножить на 4. 24. 4 пишем. 2 запоминаем. 1 умножить на 4. 4. И 2. 6. Вычитаем. Проверяем. Сколько мы разделили. Разделили 64. Сколько осталось разделить. От 6 отнять 4. 2. От 7 отнять 6. 1. Смотрим. Число 12 на 16 не делится. Делимое меньше, чем делитель. Опускаем. Единицы. Прикидываем. Таблица на 6. Насколько надо умножить 6, чтобы в конце числа было 8. Это число 8. Проверяем. 6 умножить на 8. 48. 8 пишем. 4 запоминаем. 1 на 8 будет 8. И 4. 12. Вычитаем. Вычитаем. 128 минус 128 будет 0. Получили 48. А сейчас домашнее задание. Придумайте 5 трехзначных чисел. Умножьте их письменно, то есть в столбик, на любые двузначные. Проверьте, правильно ли вы выполнили умножение. Проверку умножения делаем действием деления. Помните, что из одного примера на умножение можно составить два примера на деление. Решив все эти примеры, вы точно научитесь делить на двухзначное число. А сейчас подводим итог урока. Отметьте буквой М те моменты урока, которые вы поняли. Вы знаете название компонентов при делении. Вы умеете округлять числа для того, чтобы делать прикидки при делении. Вы знаете, как определить количество цифр в частном. Знаете, как быстро, применяя таблицу умножения, подобрать цифру частного. Вы знаете, каким должен быть остаток при вычитании. Вы знаете алгоритм письменного деления. Значит, тема письменное деление многозначного числа на двузначное вами усвоена. Если вы набрали 7М, 7 моментов, вы молодец. Удачи вам! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!